Вчера в понедельник Радий Хабиров вернулся к своим привычным должностным обязанностям, несмотря на то, что был очевидно простужен. Видимо, холодные ветра Сухуми не оставили его своим вниманием. Но, тем не менее, Хабиров выдержал 49 минут оперативного совещания и начал он с того, что объявил этот понедельник особым днем. И вовсе не в честь окончания своих абхазских каникул, а в честь своего друга Азата-солдата Барданова. Для нас всех, мне кажется, для меня лично сегодня особенный день. Вы знаете, что почти год назад Азат Шамильевич записался добровольцем батальона Миниши Муратова. Год, да? Азат Шамильевич уже почти год. Он выполняет очень серьезные задачи и находится на связи со всеми нашими ребятами, с мобилизованными, со всеми батальонами. Буквально недавно он награжден медалью за боевое отличие и очень непростую работу ведет. Я хотел сегодня вручить ему награду. Вы знаете, медаль генерала Ши Мурата, это наша военная, боевая награда. Она вручается за мужество, отвагу, проявленная и с риском для жизни. Ну и один секрет открою, я вам честно скажу, что вот ту медаль, которую сейчас я вручал Азат Шамильевичу, она под номером один. Я ее специально берег для него, поэтому позвольте вручить от Мурата. Который немедленно получил из рук Радия Хабирова медаль Ши Муратова за номером один. Хабиров трогательно оговорился, что хранил эту первую медаль Ши Муратова именно для Азата-солдата Барданова. Причем во время награждения Барданова именовали ни больше, ни меньше, как первым заместителем председателя правительства Республики Башкортостан. Указан главы Республики Башкортостан. За мужество, проявленное при исполнении служебного и воинского долга, медалью генерала Ши Муратова награжден Бадранов Азат Шамильевич, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан. Я уже тут окончательно запутался, но и вы, наверное, тоже. Он, собственно, в Министерстве обороны служит, он добровольцем пошел в этот батальон Ши Муратова, или он все-таки первый вице-премьер правительства, или эти две ипостаси можно совмещать, как бы и это законно, совершенно непонятно, но вот так прозвучало, что Азат-солдат теперь у нас все еще числится первым заместителем руководителя правительства Республики Башкортостан. Подвесив главному бойцу по распределению гуманитарной помощи уже пятую медальку, Хабиров немедленно получил в ответ скульптуру некого донецкого скульптора, созданную из трофейного автомата, половинки армейской каски и какого-то красиво покрашенного ящика. Эту скульптуру Барданов назвал «От войны к миру». Прямо скажем, весьма крамольное название, если бы он, например, вышел на улицу с плакатиком и подобной фразой на нем, то его наверняка бы арестовали. Но, видимо, в здании правительства можно. Комментируя свой дар, Барданов сообщил, что планирует экспонировать эту выдающуюся скульптуру и очевидный образчик донецкого конструктивизма на отдельной выставке по Республике Башкортостан. Но еще, правда, Азад Солдат не решил, как это будет выглядеть. То ли это будут какие-то грандиозные выставочные залы с одной скульптурой, то ли это будет размещение скульптуры прямо в кабинете у Хабировой. Туда, наверное, будут водить экскурсии. В общем, вот так вот прозвучало.